не надо переходник так всем привет тормоза день 3 ты что слышишь я смотрел столько не было в субботу елки слезы текли шланг как тут тут она а колдун выкинул я трубку взял кстати ну какую-то взял трубку не знаю на задний мост вдруг поломается до колодки оригинал взял короче все оригинал ну да тут ну цилиндрик только подкинуть думаешь а ну внешнему виду тут мужей новый просто шанс только да но этот немного не новый совсем не новый они видать сняли барабан и тут поменяли сюда там не смогли и ручник я вижу инструмент для барабана ты использовал нормальный видишь тут новый трос они завели все я понял я не знаю я бы цилиндр бы и тут поменял там он стоит 100 100 с копейками гривен чтобы потом не не упражняться ну ладно давай пока начнем качать там увидим да все согласен короче я уже представлял как ты летишь на ниве обгоняешь всех на ягуаре хочешь знаешь про ягуара анекдот смотри два олигарха встречаются говорит блин один другому говорит блин жена замучила говорит уже кровь пьет говорит и говорит заказать ее же не закажешь говорит но сразу подозрение на кого упадет он говорит блин да купи спортивную машину какую-то скоростную блин бмв купи говорит эмочку шестерку говорит все говорит дтп на этом с управлением не справилась никаких этих никаких следов на тебя никто не подумает купил шестерку про встречается через неделю говорит ну что то говорит блин вообще машина в дребезги подушки сработали на ней ни одной царапины говорит ну купи что-то помощнее возьми aston martin блин ну взял через неделю встречается опять та же тема короче говорит машина в дребезги она целая там две царапины вообще ничего говорит блин ну купи ягуар говорит ну блин встречается через неделю говорит так с ягуара говорит надо было и начинать говорит она только в гараж зашла он там ее и уделал так же это тут блин слышишь вот это я забыл ты вилл какая форма это наверно специальная да я не представляю что тут за пилот гонял но говорит дед был очень жесткий который этот первый хозяин этой него там кстати как-то стоит так странно ну ладно то дойдем до этого когда-то ну не вы дубас или вообще первое место короче него и кажется еще одно место него я не дождался ну потом уточним лаван на зеленой ниве всех разорвал он уже в шоке от этой машины говорит куда ни коснись все тут болтики сломались пришлось насквозь все делать сейчас прикрутим тут под 5 подым 5 отверстие короче тяга согнута я уже показывал мост видно что смещен вправо соответственно так глушителя нету штаны хорошо только что посмотрел штаны уперлись в траверсу то есть штаны жигулевские с классики видно нифига не 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 вовске короче тут какой-то зазор тут нету короче это везде какие-то мелкие проблемы ну такое все равно процесс идет сейчас будем поставим колодки соберем будем качать тормоза главное еще работал судя по тому какое сцепление было вот он главный какое было сцепление если такой же главный то его еще перебирать придется мы будем надеяться что не придется масса мне нравится тоже приклепана к кузову но на сверху есть там масса ну тоже так интересно сделано все и и и и и и и так цилиндр bosch пока ваван меняет цилиндры и колодки ставят меня подымаю дарят тренировочная прокачка семерка семерка якобы 27000 пробег ну что-то у меня сомнения качать накачал упала как-то сразу накачано держу семерочка у меня была тоже даже синего цвета да прямо педаль в самом верху вообще с воздуха практически не было вне веб так буквально 3 минуты 4 прокачали когда-то давно в советское время это был самый крутой седан уже эти торпеда самая модная считалось на пятиступка кстати стоит 27 нужно же не ровно цифры стоят когда они так неровно стоят это явно что не кто-то там что-то уже крутил на 27 наверно не похоже конечно хотя все может быть люфт в рулевой такой явно не на 27 потом вот этот тюнинг тоже для 27 вряд ли тысяч пробег якобы соберем все будет новая в машине барабан чуть не новый но в болоте я думаю он прописка струется нормально не страшно на запорожце учился ездить нет 968 м ну и какие у тебя воспоминания запорожце а вообще один и как синий красивый да был блин сейчас синий дизельный продается на ойлык все слышишь не хочешь взять дизельный запорожец это было лет 15 когда я учился на запорожце тебе 15 было с товарищем вдвоем и через много лет я начал ремонтировать генераторы потом до меня дошло только что в запорожце когда-то мы его аккумулятор целый день заряжали ставили без генератора ну генератор не дал зарядку ну да на аккумуляторе катались по вечерам а днем заряжали как электромобиль запорожца на самом деле зарядочка конечно такая себе слабенько если печка включена то зарядки нету все на печку уходит короче познакомились с двумя девчонками приезжаем на запорожце бутны купая заднемоторная тю понятно и короче эти девчонки нам потом полночи помогали они были в шоке от этого первого хрен бы вы дотолкали ну видишь не зря есть фраза женщина друг человека да так адашу иногда всегда почти не у меня первый запорожец был появился только где-то года три назад наверно на металлобазе мы его купили с максом хотя попытки были раньше купить там есть видео как мы саней с валера из бородачом едем за запорожцем но не купили страшно было все жидкость так колодки давай поставим а ну давай быстро где-то были вот они синие блин красные просил по цвет машины не дали сказали оригинал синие там люди проверены не обманут на стреке красиво да блин комплекте эти но тоже есть у видел какой фарш все в оригинале надо переставлять лапку ну да типа все ручная сборка каждый болтик ты в этой ниве уже бери это начиная от печки заканчивая колодкой наступает счастливый момент вроде по собрали пока пока проваливается держу так процесс тяжелый конечно сборка не у сколько тут еще его надо держу странно она прыгает педаль это странно работает пробег кстати 50 50 тысяч написано 150 на уже не ну не рук не ног не чувствую минут 20 без остановки уже или больше волан спасай уже многие меняю хорошо хоть две ноги блин странно работает качество главных известно может и в этом проблема может накачаем щас чем боролись мы боролись с тормозами тут товарищ позвонил говорит надо помощь лечу по бориспольской в общем что сказать конечно покупать разбарахоленную машину это жесть вообще это главный хоть я его новый стайл аврю даже те запчасти которые новые те и те не работают это просто да точно так же как со сцеплением перепускает похоже ну видно манжеты там от времени подустали хотят главный был новый чем еще качали наверное полин час или больше часа вован да щас говорит щас тормоза щас говорит появятся щас прокачаем ну что-то там кое-как прокачалась ну по-нормальному не прокачалась в общем пока вот такая ситуация подписывайтесь подписывайтесь блин только с андрюхой позавчера летели по этой трассе за на оффроуд хоро ух там и весело было пока пока все до встречи а а а а